Пенсионный фонд Пенсионный фонд С 1 июля 2021 года мы приступили к реализации двух для нас новых видов пособий Это ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет И беременным женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности И с 1 января 2022 года от органов социальной защиты республики нам передано 10 мер поддержки семьи Это, например, ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет Это единовременная выплата при рождении ребенка Эти выплаты все выплачиваются неработающим гражданам Либо уволенным по ликвидации Это, например, выплата по беременности и родам Ну и также ряд мер женам военнослужащих То есть также при рождении ребенка И предусмотрены меры детям погибших военнослужащих Давайте о некоторых из этих мер поговорим немножко подробнее С самого главного начнем с материнского капитала С января этого года действуют изменения в программе Что это за изменения? Ну, изменения касаются сроков пересмотров размеров материнского семейного капитала Начиная с 2022 года Индексация размера материнского семейного капитала Производится с 1 февраля То есть связано это с тем, что изменились показатели От которых зависит коэффициент индексации Если до 2022 года коэффициент индексации зависел от роста инфляции То с этого года зависит он от индекса роста потребительских цен за предыдущий период В связи с этим в феврале 2022 года Мы проиндексировали в автоматическом режиме размер средств материнского капитала на 8,4% Для сравнения, в 2021 году индексация у нас была проведена на 3,7% Поэтому размеры материнского семейного капитала при выдаче, например, сертификата в 2022 году Либо тем уже, кто имеет выданный сертификат до 2022 года В следующих размерах устанавливается Если сертификат выдается в связи с рождением первого ребенка Рожденного с 2020 года Либо в связи с рождением второго, третьего и последующих При этом рождены они до 1 января 2020 года То есть право до 2020 года не возникало Размер устанавливается в 524 527 рублей 90 копеек То есть рост по сравнению с 2021 годом это 40600 рублей В том случае, если сертификат уже семья получала в связи с рождением первого ребенка до 2022 года И рождается в такой семье второй ребенок То мы в автоматическом режиме, получив сведения из ЗАГСа о рождении второго ребенка Увеличиваем размер материнского семейного капитала на 168 тысяч рублей То есть обращаться в территориальный орган не требуется Мы все сами это сделаем Нужно обращаться только в случае первого рождения, да, ребенка? Обращаться к нам за сертификатом вообще не требуется И есть еще один размер материнского семейного капитала Это в том случае, если второй ребенок рождается после 1 января 2020 года Сертификат выдается в размере 693 тысячи 144 рубля Вы сказали про сумму индексации, да, что теперь это зависит не от инфляции, а от покупательной способности В следующем точно так же будет, да, то есть несмотря на то, что инфляция у нас обычно меньше покупательской способности Теперь, как сказать, выгоднее, да, будет, точнее, лучше для населения вот такая индексация Да, конечно, я уже сказала, да, рост заметен в коэффициенте индексации И это закреплено федеральным законом То есть теперь каждый год так будет Куда можно направить материнский капитал, да, какие направления самые популярные у нас в Карелии? Ну, в части видов направлений расходования средств материнского семейного капитала у нас изменений нет Осталось 5 направлений, куда можно направить средства материнского капитала Это улучшение жилищных условий, это образование детей, ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала Накопительная пенсия мамы и компенсация за приобретение товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов в общество Самое популярное направление какое? Самое популярное у нас стабильно остается улучшение жилищных условий Это где-то 45% от всех поданных заявлений приходится на это направление При этом погашение ипотечных кредитов из вот этих 45% составляет 30% То есть улучшение жилищных условий может быть и без участия кредитных средств и с участием Таким самым популярным в улучшении жилищных условий является погашение ипотечных кредитов Но это связано с тем, что здесь можно сразу после выдачи сертификата подать заявление о распоряжении Также остается востребованным направление средств материнского семейного капитала на ежемесячную выплату Здесь у нас, например, в 2021 году подано почти 2300 заявлений При этом идет увеличение, например, по сравнению с 2020 на 6% То есть тоже очень популярное такое направление Ну это как раз, наверное, показатель того, что не хватает на ежемесячные расходы То же самое на продукты и как раз вот эта индексация, она может быть улучшит положение населения Вы сказали, что улучшение жилищных условий одна из востребованных Расскажите подробнее, это должна быть покупка жилья или это должно быть строительство жилья обязательно? На самом деле это может быть как приобретение жилого помещения, так и строительство жилого помещения Здесь одним из таких важных условий, по которым можно распределить виды направлений на улучшение жилищных условий Это исполнение ребенку, который дал право на материнский семейный капитал трехлетнего возраста Погашение кредита ипотечного, да, либо займа Направление средств на первоначальный взнос при получении кредита Либо при рефинансировании кредита Здесь не требуется, дожидаясь трехлетнего возраста Можно сразу после получения сертификата направить средства по данным направлениям А есть ряд направлений, когда все-таки необходимо подождать наступление трехлетнего возраста Это такие направления, как приобретение жилого помещения, например, по договору купли-продажи Например, строительство жилого помещения по договору долевого участия Кроме того, можно построить индивидуальное жилое помещение как своими силами То есть семья самостоятельно строит В данном случае мы несколькими траншами направляем средства материнского и семейного капитала Сначала половину, потом еще по истечении шестимесячного срока вторую половину Также можно направить на строительство с участием строительного подряда То есть по договору строительного подряда В данном случае все средства капитала, которые есть на лицовом счете Будут направлены на погашение такого договора Кроме того, можно обратиться за компенсацией Компенсацией на строительство индивидуального жилого дома В данном случае тоже сразу все средства капитала будут направлены Какие есть нюансы при использовании материнского капитала на погашение ипотеки? То есть в чем особенность? Особенность в том, что с 2020 года мы занимаемся тем, что у нас заключаются соглашения с кредитными организациями Для того, чтобы облегчить, оптимизировать процесс распоряжения средствами материнского и семейного капитала для получателя Это означает то, что при решении о том, что средства капитала будут направлены на погашение кредита Либо будут использованы на первоначальный взнос при получении кредита Можно сразу в кредитной организации написать заявление на распоряжение То есть сначала банк направляет нам заявку для определения, есть ли право у данного гражданина на сертификат Мы определяем, не лишен ли прав, не ограничен ли прав родительских данный получатель И направляем размер остатка средств капитала, который в дальнейшем может подать заявление о распоряжении Банк, получив сведения от нас, соответственно составляет кредитный договор Где уже прописывается о том, что средства капитала будут направлены по данному направлению И заявление о распоряжении сразу в банке подается То есть в территориальный орган пенсионного фонда не требуется приходить в данном случае Либо подавать заявление в форме электронного документа То есть все через банк поступит нам напрямую Что касается образования, как им можно воспользоваться, как распорядиться этими средствами И, как я поняла, использование маткапитала на образование упрощается тоже, как и все остальное Да, главное, чтобы образовательная организация имела лицензию и находилась на территории Российской Федерации И на начало образования ребенку, который будет обучаться за счет средств материнского семейного капитала Не исполнилось 25 лет То есть вот это такие условия То есть это может пойти на садик, на школу, частную Любого ребенка, получателя сертификата Как рожденного, так и усыновленного Но здесь тоже есть условия по достижению трехлетнего возраста Например, детский сад Если мы хотим направить средства материнского семейного капитала на содержание ребенка в детском саду То здесь не требуется дожидаться трехлетнего возраста Можно сразу после получения сертификата направить средства капитала на данное направление И по нашей статистике 11% из всех поданных заявлений по данному направлению Это как раз те граждане, которые сразу после получения права на дополнительные меры господдержки пользуются вот таким направлением Кроме того, можно направить средства капитала как на получение высшего, так и среднего образования Ну и дополнительное образование тоже можно оплатить Главное, чтобы организация была лицензией на соответствующий вид деятельности А в чем упрощение процесса использования? Также мы взаимодействуем самостоятельно с образовательными организациями То есть у нас есть соглашения на территории Республики Карелия со всеми учебными заведениями высшего и среднего звена Кроме того, если смотреть охват таких соглашений по всей территории Российской Федерации То 98% образовательных учреждений уже охвачены такими соглашениями То есть если ребенок из Республики Карелия, получатель сертификата из Республики Карелия обучается в другом регионе То мама может на сайте Пенсионного фонда посмотреть информацию, есть ли соглашения с образовательной организацией И просто подать заявление в форме электронного документа, то есть через портал государственных услуг Ну и предоставлять сведения, никакие дополнительно не требуются Мы самостоятельно все запросим у организации Вы сказали, что также ежемесячные выплаты пользуются большим спросом у нашего населения Давайте немножко обозначим, что это за ежемесячные выплаты и изменится ли его размер в связи с изменениями в маткапитале Ежемесячные выплаты из средств материнского семейного капитала Она назначается семьям, в которых после 2018 года родился второй ребенок То есть территориальные органы Пенсионного фонда платят такую выплату только на второго ребенка Это одно из условий Кроме того, право на получение выплаты имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи Не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного Двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения на каждого члена семьи То есть в республике Карелия на сегодняшний день это 32 926 рублей В связи с тем, что выплата также зависит от прожиточного минимума С 1 января также эта выплата изменилась, размер поменялся И в 2022 году размер ежемесячной выплаты составляет 14 651 рубль Выплата назначается на один год И возможное получение ее до трех лет То есть один год наступил И получателю сертификата необходимо заново обратиться в территориальный орган Подав заявление соответствующее При этом обращая внимание, что такое заявление о назначении ежемесячной выплаты Необходимо подавать не ранее даты рождения ребенка То есть вот наступил год и сегодня уже можно подавать заявление Сертификат на маткапитал теперь предоставляется проактивно Написано на вашем сайте, да? Что это обозначает? Это обозначает то, что, повторюсь, заявление подавать в территориальный орган не требуется Мы получаем информацию от органов ЗАГС о рождении детей И на основании этих сведений выдаем сертификат Обращаться пока приходится гражданам Если ребенок зарегистрирован на территории иностранного государства В данном случае пока не всегда мы получаем такие сведения И в том случае, если ребенок, который дал право Например, второй ребенок родился до 1 октября 2018 года Вот это случай, когда есть возможность обратиться в территориальный орган По всем детям, рожденным после 1 октября 2018 года Уже обращаться не требуется Вы сказали, да, что сертификат оформляется в электронном виде Распоряжаться средствами можно также в электронном варианте? Да, конечно Заявление можно подать через портал госуслуг Либо через сайт пенсионного фонда Это очень удобно Тем, что можно отследить статус заявления на каждом этапе его рассмотрения То есть в личный кабинет, будь то портал госуслуг Либо сайт пенсионного фонда Приходят определенные статусы рассмотрения заявления И в том случае, вот опять возвращаясь, да К образовательным организациям, например, есть соглашение, нет В личный кабинет придет информация о том, что В территориальный орган необходимо предоставить документы Личного хранения, да Которые мы в рамках межведомственного взаимодействия Не сможем нигде получить Поэтому вот тот плюс подачи заявлений в форме электронного документа Человек может понимать, что происходит с его заявлением Требуется ли ему донос документов или нет С июля, да, прошлого года еще два пособия семьям с детьми Назначают пенсионный фонд Это пособия малообеспеченным семьям с детьми И беременным женщинам, о чем вы говорили в самом начале Да, расскажите об этих мерах подробнее Да, мы приступили к реализации послания президента Федеральному собранию, которое было в апреле 2021 года И назначаем такие выплаты семьям на детей от 8 до 17 лет В том случае, если есть в данной семье решение суда Об уплате алиментов на несовершенного летнего ребенка одним из родителей Если родитель является единственным, да, родителем, законным представителем этого ребенка Это обозначает то, что в свидетельстве о рождении такого ребенка Либо отсутствуют сведения о втором родителе Либо записаны со слов матери, например, отец со слов матери Либо второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим Кроме того, пособия беременным женщинам То есть в данном случае, вот здесь на что хотелось бы обратить внимание С 1 февраля 2022 года у нас вступили в силу изменения На пособия беременной женщины, вставшей на учет в ранние сроки Подавать заявление можно только при наступлении 12 недель беременности И тогда пособие будет назначаться с даты постановки на учет Но не ранее, чем 6 недель беременности Значит, это тоже является такой своего рода адресной помощью И здесь мы смотрим на нуждаемость данной семьи То есть учитываем все доходы, которые получены данной семьей То есть доходы как от трудовой деятельности, пенсии, суммы алиментов Которые получают с 2022 года Мы также учитываем проценты, полученные по вкладам Мы учитываем все имущественное положение данной семьи То есть в расчет берутся квартиры, машины, автотранспортные средства, мототранспортные средства Самоходные машины, лодки и так далее То есть там очень большой список того имущества, которое мы смотрим Проверяем на нуждаемость данной семьи Ну и так как размеры этих выплат тоже зависят от прожиточного минимума То с 1 января 2022 года эти выплаты были пересмотрены В автоматическом режиме и уже выплачены соответственно Какая сейчас сумма составляет? Значит, пособие на ребенка от 8 до 17 лет с 1 января 2022 года составляет 7 325 рублей 50 копеек Размер выплаты беременной, вставшей в ранние сроки беременности на учет в медицинской организации составляет 8 231 рубль 50 копеек Сколько у нас семей получают такое пособие? Ну, несмотря на то, что у нас очень большой список тех условий, которые должны соблюдаться На сегодняшний день у нас уже 874 беременные, которые подавали заявление Да, вот их заявления у нас удовлетворены и они получают это пособие А пособие на ребенка от 8 до 17, 7 800 одно заявление у нас тоже удовлетворено Большое число, это по всей Карелии, да, имеется в виду? Как осуществляется выплата этих пособий? Пенсионный фонд осуществляет выплату пособия на следующий месяц за предыдущий В Карелии, то есть вообще по всей России у нас установлены даты определенные, когда выплачивается пособие от 8 до 17 Беременным женщинам и его переданные выплаты Это третье число, то есть третье число каждого месяца То есть вот уже на днях как раз получили Ольга Александровна, спасибо, что пришли к нам в студию В эфире была программа «Тема дня» До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин